Отсрочка платежей, переход на удаленку. Режим повышенной готовности вносит коррективы в работу банков. Само совещание с руководителями кредитных организаций тоже прошло в дистанционном режиме. Финансовый пульс сейчас на особом контроле Министерства. Меры поддержки направлены и на заемщиков, испытывающих сложности с платежами и на кредитование. У большинства банков уже есть программа реструктуризации. Предлагается перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными. Чаще всего у нас приниматели звонят и спрашивают, когда они можно будет открыться, либо же какая компенсация будет им, либо же по поводу отсрочек по аренде государственным, спальниума и мужского. Но тем не менее, обращение, пусть и редкие, но тоже есть. Сегодня совместная большая задача как федерального правительства, наша задача, так и банков, чтобы вот эти меры поддержки как можно быстрее были доведены, и чтобы все, кто по закону и в соответствии с принятыми документами имеет на них право, эти меры поддержки смогли воспользоваться. Вот это, на мой взгляд, задача номер один. 10 апреля вступил в силу закон о кредитных каникулах для банковских заемщиков. Впрочем, льготу дадут не всем, а тем, кто финансово пострадал от распространения коронавирусной инфекции. Например, потерял работу или лишился части заработка. Во время кредитных каникул платежи полностью будут заморожены. Кредитные организации начислять штрафы или взыскивать досрочные погашения не могут. Все платежные апрельские и перенесены на 6 мая. То есть, если он хочет погиб, то он может идти к платежу погиб по треке-то, я имею в виду, именно по малому бизнесу. Кроме того, увеличен максимальный размер ипотечного кредита, по которому заемщик сможет обратиться к банку с требованием предоставить ему льготные каникулы. Для регионов 2 миллиона рублей вместо полутора. Еще один блок решений связан с обеспечением доступности и непрерывности предоставления финансовых услуг. В Центробанке создан антикризисный штаб. Часть офисных сотрудников переходят на удаленный режим работы. Аналогичные меры предпринимаются и в других банках. Внедрение таких мер предосторожности продиктовано необходимостью защиты как самих сотрудников, так и клиентов банка. Сейчас банки предпринимают все меры, чтобы необходимые услуги для граждан стали доступны без лишних выходов из дома. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.